Ну что, мы на Канарских островах, и именно на Тенерифе. Ну вот смотрите, что происходит тогда, когда прошел дождь, и прошли праздники, и вообще нет никого. Просто людей нет. Вы посмотрите, что творится. Просто пусто. То есть вчера все бухали, сегодня прошел дождь, и все сидят дома. Никто ничего не хочет делать. Даже в магазы никто не ходит, потому что все магазы закрыты. Вот так вот отдыхают испанцы. Сегодня у нас на дворе пятница или суббота? Суббота. Пять вечера. Вот, пять часов вечера. То есть вы видите где-нибудь людей? Ну вот, посмотрите. Количество машин, количество людей. На дворе январь. На дворе январь месяц, и мы в центре столицы. Вот так как мы одеты. Зашибись. Потому что при 20 градусах тепла, все равно ощущение того, что холодно. Ну что я могу еще рассказать. Мы покатались по стране. Вернее, покатались по острову. И поняли, что в разных частях острова абсолютно может быть разная по температуре погода. Так как остров на разных высотах имеет города, то, соответственно, постоянно ты то на уровне моря, то на 2000 метров. И в день можно посетить сразу пять или шесть точек. То есть вы на нулевом уровне, потом поднимайтесь на 2000 метров и спускайтесь к другому городу опять на уровень моря. А так как вы перемещаетесь по острову, то, соответственно, несколько раз вы перемещаетесь по высоте над уровнем моря. Где люди, ау? Где вообще весь народ? Все сидят дома и отдыхают. Сколько у них там? 14 дней отдыха? Мы забронировали норвежскими авиалиниями отель вот этот вот, четырехзвездочный. Вот. И после того, как мы отменили бронь, то есть через две минуты после того, как мы отменили бронь, деньги нам не вернули эти уроды. Поэтому никогда не бронируйте hotel.nordv.com По-моему, так сайт звучит. То есть отели, которые предлагает норвежская авиалиния. То есть бронируйте только на букинге. Там можно все вернуть, когда угодно и так далее, и так далее. То есть не наступайте на те же самые грабли. Вот, классный отель. 200 евро за ночь. Как бы, если у вас дохрена денег, вы можете, собственно говоря, снять такой отель. В нем ничего хорошего особо нету абсолютно. Потому что мы сейчас сняли отель за 70 евро в сутки. Он точно такой же. Ну да, там нет телефона. Там периодически лагает Wi-Fi. Но это не то, ради чего стоит такие деньги платить. Вот, собственно, наверное, и все из прелести. Перемещение по острову на автобусах. То есть покупаете себе на 15 евро карту и, соответственно, перемещаетесь по острову. Наверное, все. Что касающиеся жратвы. Картошка фри и чипсы – это самая любимая их еда. Поэтому, если вы хотите нормально поесть, ищите всевозможные китайские экспрессы. Столовки, где можно поесть. Потому что в основном здесь пьют и ничего не делают. Жрут гамбургеры. Жрут гамбургеры, да. То есть ничего сверххорошего сказать невозможно. Вот вам пример. С одной стороны. И вот вам пример. Видите? Гамбургеры несут с другой стороны. То есть мы, как бы, тоже сначала ели во всевозможных таких забегаловках. Потом поняли, что самый простой способ. Ну, то есть ты оставляешь здесь денег в районе двадцатки. На двоих. Да? То есть если ты идешь в магаз и закупаешься там. Вот тот магаз, куда мы шли. Но по ощущению, что это очень большой супермаркет. Это мол просто гигантский. То есть вот видите его размер. Это вот. И он такой же в глубину. Просто гигантский. Там четыре этажа и один вниз этаж. И он не работает сегодня. То есть мы сегодня хотели закупиться жратвой. Но как бы. А вот знаменитый их там. Что это? Музей? Нет, это опера. Рядом с ним как раз находится там бастейшн. И мы оттуда ездили по непосредственно всем городам. Ну, то есть вы видите, как все пусто. Никого нету абсолютно. Дайвинг мне, например, не понравился. То есть мы съездили на один рек. Съездили на какие-то там камешки посмотреть. В общем, нечего смотреть. С мальтой не сравнить. Вот. Что еще рассказать? Ну, наверное, все, да? Море холодное. Да, море холодное. Ну да, океан. Океан холодный. То есть сейчас особо покупаться невозможно. Ну, то есть январь месяц 2018 года. Вот. Может быть летом здесь круто. То есть вот эта идея о том, что я поехал на Канарские острова, ну, это бред. Мы в Санта-Крус находимся. Русских здесь практически нету. Вот. Поэтому это радует на самом деле. То есть как-то если ты хорошо хочешь отдохнуть от русского фона слухового, то это самый лучший вариант. Учите испанский. Здесь очень мало кто говорит по-английски. Вот. Хоть это и столица страны, но как бы здесь очень мало кто говорит по-английски. Все говорят на испанском. И тут с английским как бы, ну, ну, немножечко трудноватенько получается. Потому что мало кто тебя понимает. Ну вот. Они хотят понимать, но как бы не особо, собственно говоря, соглашаются на то, чтобы понимать. В общем, собственно говоря, наверное, все. Ну, всем пока.